Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, барышни, здравствуйте все! Я Алексей Веселкин, приглашаю вас в студию новой русской забавы. Игра наша называется «Балда». Вот такое прекрасное русское простое, товарищи, название «Балда». Должен сказать «Долой все западное, долой не нужно нам эти западные страшные европейские игры, балда». Настоящая русская забава, тем более, что игра наша очень простая. Друзья, ну очень, ну очень простая игра. Квадратик, 25 ячеек, в середине написано слово из пяти букв. И наши участники грамотно будут подставлять по одной букве и образовывать слова. Чем слово длиннее, конечно, тем лучше. Это первый шаг к победе. Итак, в эфире «Балда». Я приглашаю вас, а сейчас мы познакомимся с нашими командами. Я приглашаю в студию команду «Абаяшки». «Абаяшки», пожалуйста, девушки. Идите сюда, давайте ко мне, ко мне идите сюда. Посмотрим на ваши прекрасные костюмы, замечательные, да. Вы уместились? Прекрасно, да. Значит, Ксения и Евгения Корадыги. Здравствуйте. Привет всем. Как вы так сделаете? Вы прям всегда вот так ходите, да? А вот это вас отработано тоже или как? Да. Серьезно? Да, конечно. Давайте попробуем вместе. Давайте трепетаться. О, зашибался. Так, значит, Ксения и Евгения, про вас, значит, у меня есть информация. Конфиденциальная информация. А сейчас ее узнают все. Вся страна. Значит, Ксения и Евгения, сестры, судя по костюмам, бусам, прическам, глазам, рост у вас, кстати, одинаковый. Да. Учатся вместе на дизайнера-колориста. Дизайнер-колорист. Это что такое? Есть дизайнер, а есть дизайнер-колорист. Дизайнер-колорист – это дизайнер по тканям. Сестры любят, двоеточное, танцевать. Безумие. Никто учиться не хочет. Танцевать, слушать музыку и гулять. Дизайнер-колорист по ночной Москве. Девиз команды «Ваяшки» – умные, задорные, веселые, проворные, как две капли похожие, попробуй победи. Почему-то не в рифму, а заканчивается это прекрасное стихотворение. Да? Это не совсем стихотворение, это правда. Попробуй победи. Ну, попробуем это сделать. Пожалуйста, возвращайтесь на ваше исконное место, собственно говоря. Кто будет пробовать побеждать Ксению и Евгению? Команда, команда «Драйв». Друзья мои, здравствуйте. Мужчина Даниил, я вас приветствую. Здравствуйте. Очень сильная у вас рука. Еще раз можно? Очень сильная. Галина Скрипка-Гарбе. Совершенно верно. Да, прекрасная фамилия, замечательная. И Скрипка, и Гарбе, да. И Даниил Гиков. Даниил, начнем с вас. Студент в Гика. Даниил. Будущий актер, как думает Даниил, по окончанию этого прекрасного заведения, театра и кино. Везение Даниила, как он считает, в том, что он делает все, что ему велит в сердце. Молодец, тетя Даниила. Галина, домохозяйка с высшим образованием. Прекрасно, прекрасно. Пришло время. Да, да, сейчас блеснуть, кстати говоря. Вот ради чего образование, собственно говоря, получала Галина. У нее огромное количество увлечений. Посмотрите, чем Галина блищет. Фитнес, бадминтон, танцы, горные лыжи. И многое, заметьте, многое другое еще. Девиз команды Драйв. Нет предела совершенства. Ну, я под этим подписываюсь, ставлю восклицательный знак. Займите ваше место, дорогие друзья. Здравствуйте. Что такое балда вообще, девчонки? Что это? Вот какая ассоциация с этим словом? Вы его в первый раз слышите вообще или нет? Ну, возможно, балда – это человек не особо далекий. Прекрасно, да-да-да. Эта вот версия у нас, кстати, доминирует. Вот все говорят, не особо далекий. То есть тупой, тупой, необразованный, неотесанный болвар. Вот смотрите, что ваш любимый писатель Даль, как расшифровывает это слово. Оно означает, вариант первый, толстое корневище, корневище, да, палеца дубина. Понимаете, никакого отношения к человеку, как наимно думали, вы не имеете. Век живи, век учись. Вот в том-то и дело. Значит, я надеюсь, что русский алфавит вы не забыли. Задача очень простая. Сейчас появится здесь табличка. Вот посмотрите на это поле. Вот здесь будет слово из пяти букв. Ну, предположим, там балда. Вот балда укладывается. Ваша задача – по одной букве добавлять сюда и выстраивать слова. Причем я вам скажу, что за каждую букву вы получаете один балл. Ну, слово из трех букв, там, три балла, четыре балла. Задача, конечно, слово написать как можно длиннее. Это количество баллов увеличивается. Это прямой путь к успеху. Это первое. Второе. Если вы наберете максимальное количество баллов, ну, у нас в игре пока самое большое количество – это 55. Вот надо стремиться к этому. Вы навечно вписываетесь в книгу рекордов программы «Балда», и у вас есть возможность снова здесь появиться и сыграть уже в официальном чемпионате как победителя одной из программ. Понимаете? Понимаете, да. Значит, дальше, что это за слова? Существительные в единственном числе. И обязательно грамотно нужно писать. Грамотно же. Русский язык. Названий никаких не существует. Наша Родина, Россия. Родину можно писать. России нет уже, понимаете? Фамилии, географические названия, названия автомобилей, фирм. Забудьте об этом. Значит, существительные. Понятно, девчонки? Да. Ясно. Значит, дальше я вас буду постепенно вводить в курс дела. У нас есть еще кое-какие подпункты наших правил. Наше время 40 секунд. Опыт подсказывает, что этого вполне достаточно. Но иногда наступает тормоз. Поэтому есть у меня еще бонус для вас. Еще 20 секунд. Если вы затормозились, еще дополнительно 20 секунд. Но вот если после этой минуты уже ничего не получается, то ваш ход переходит к соперникам. Они его используют, соперники, этот ход. И потом используют и свой ход. То есть у него получается два подряд. А сейчас мы начнем. Я вас сейчас рассчитаю считалочкой. Кстати, Гален, вы твой человек опытный. Какие считалочки вы знаете? Ехал повар на кастрюле. А, секундочку, давайте рассчитаем. Там, давайте, прям посчитайте. Если я вспомню только сейчас, это из далекого детства. Давайте, начинай с вас. Ехал повар на кастрюле. И цыпленка задавил. Грустно. Но за этого цыпленка 3 копейки заплатил. Вот видите, вам повезло. 3 копейки за цыпленка, да. Плохо сделал повар, да еще, значит, и 3 копейки заплатил за этого несчастного, бедного, осиротевшего цыпленка. Девочки. Да. Значит, сейчас мы увидим слово. Слово такси. Слово из пяти букв, да. Понятно? Да. Тогда я начинаю обратный товарищей отчет. 3, 2, 1. А вы наблюдаете спокойно. Какие у вас могут в этот момент версии рождаться? Мне тоже. Понимаете, чтобы были запасные варианты. Запасные варианты, да. О! Смешно, бояшки нам дали, да? Это слово миска, да? Здорово. Здорово, кстати говоря. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу пять букв. Молодцы! Я должен сказать, что самое большое слово, самое длинное слово в конце игры, когда мы подведем итог, например, какой-то будет у нас счет, а мы определим самое длинное слово, и за него я еще буду добавлять еще один балл. Вот. Пожалуйста, работайте. Ваши 40 секунд пошли. Даниил, пожалуйста. Даниил, пожалуйста. Даниил склонился. Даниил склонился над текстом. Значит, слово такса, это собачка. Прекрасно. Порода собаки. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Пять. Пять-пять. Еще дополнительная информация. Обратите внимание на эти темные квадратики. Если ваша буква попадает на этот квадрат первый раз, первый раз, то вы получаете дополнительный балл в слове. Понятно? You're welcome. Есть? Хорошо, посмотрим, что это такое. Маска. Правильно? Маска, да. Даже не буду расшифровывать, что это за слово. Что оно означает маска. Всем понятно? Это пять букв. Раз, два, три, четыре, пять. Все отлично. Слушайте, хороший кадр вы делаете не 3, буквы не 4. Вам пока везет, в общем. Друзья, всем желающим принять участие в нашей высокоинтеллектуальной, а на самом деле, друзья, очень простой игре, просьба обратиться на наш сайт. Может быть, друзья, именно ваша команда станет победителем в нашей программе Балда. Ждем вас. Всегда с вами Алексей Веселкин. Галина, командуйте. Есть, да? Есть. О, хорошо, даже пальчики появились. Давайте, давайте. Каска. Каска. Значит, это имеется в виду головной убор солдата. Головной убор солдата. Каска. Раз, два, три, четыре, пять. По пять, опять. Отлично. Значит, я еще раз напомню, вот у нас пошли слова по пять букв, потому что были игры когда-то, три буквы, ну, четыре, вот в среднем, это четыре буквы, конечно, вот стабильно. Вот. Но было слово и из восьми букв. Вот. Да, было из восьми букв. Поэтому я вам еще раз напомню, что если есть все-таки возможность некое слово это удлинить, конечно, будет хорошо, потому что в конце игры мы будем подводить итоги, и за самое длинное слово кто-то получит дополнительный балл. Я взываю к вам. Давайте, девчонки. Девушки, и бусы одинаковые, и бантик, и платье. В суммарке зимней Москвы можно попасть, понимаете, как-то в просаг, потому что можно же ведь запутаться, они этого не боятся, собственно говоря, девушки. А, вы написали, да все. Хорошо. Слово. Камин. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, камин, камин. Горит теплый камин, согревает дом. Слушайте, а вас не путают, действительно, я сейчас вот так подумал, вот вы, если кого-то молодого человека приглашаете, вас же действительно спустился ночной мрак на Москву, значит, солнце не светит, и что? Вас вообще путали как-нибудь или нет? Когда мы были маленькие, мы были очень похожи. А сейчас уже появились какие-то различия. А сейчас сестра Женя покрасилась в белый цвет. Молодец, сестра Женя. Сестра Женя все-таки, так сказать, правильно делает, потому что действительно можно попасть в неприятную ситуацию, но вы ведь провоцируете людей вас путать, вы абсолютно одинаково одеты, у вас одинаковые бусы. Ну, как это может быть? Мы привыкли просто. Ну, ладно, может быть, это даже и забавно. Товарищи, у вас есть вариации какие-то? Есть. Ну, одно замечательное слово, только уже с орфографией я немножечко переживаю, вдруг ошибусь, давно училась. А мы исправим ее, исправим. А тогда мы это, вылетим сразу. Давайте сначала попробуем. Вот, не-не-не, вы не вылетите. А потом можно будет переиграть? Ну, у нас же будет время, у нас же время-то 40 секунд, плюс 20 секунд, вы успеете исправить. Посмотрим, где он. Так, вот это вот? Комиссар? Да. Значит, вы сделали... Ну, вот орфография, да. Офография, две ошибки вы сделали. Ну, вот, два С надо. Две, даже не одну, два С, и, по-моему, О пишется, подсказывает. Ну, у нас есть другой вариант. Это мы просто отволняем. Ну, посмеемся этому варианту. Хорошо, это была шутка. Это была проверка. Прекрасная шутка. Причем проверка Веселкина была сейчас, да? Да. Мы написали слово, прочтите, Алексей, комиссар. Прекрасное слово. Две ошибки. Хотелось. Да. Хотели унизить меня. Да, хотели унизить, не получилось. Есть? Да, голыми невозможно. Давайте. Нет, голыми невозможно. Где это слово? Каскад. Шесть букв. Да. Вот Галина мечет, а. Каскад. Шесть букв. Вместе с племянником. Прекрасно, слушайте, здорово. Молодцы, молодцы. Отлично. Значит, 16-15. У нас образовался небольшой зазор. Еще одно дополнительное, товарищи, для вас бонус. Бонус. Существует в русском языке прекрасная буква, я ее очень люблю. Без этой буквы в русском языке никуда, никуда. И эта буква какая? Я. Я, нет, 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 есть более крутая. Я бы О предложила. Так, еще вариации. Легкий знак. Странно, вот русские люди, и наш бронепоезд стоит на запасном пути, но странно, что эта буква уже не всплывает в вашем сознании. Йо. Йо, Галина, конечно. Вы, как самый старший, здесь вспомнили, что без буквы Йо-то вообще невозможно. Моя фамилия просто теряет всякий смысл, понимаете? Что это, Веселкин? Да. Ну, понимаете? С местами ты видишься. Поэтому вспомните эту букву, если в вашем слове будет буква Йо, я добавлю еще один балл. Чей ход? А, давайте. 15-16. 15-16. А время жить, а время... Угу, успели все-таки. Успели. Прямо дверь стал закрывать уже временную. Бум! Произошло. Слово. Ой, господи, как читать-то? С какой стороны? С А? С К. К. Краса. Так вот, да? Да. Краса. Ну, в принципе, такое слово-то есть. Краса. Существительное. Существительное. Краса. Варвара, краса. Длинная коса. Раз, два, три, четыре, пять. 20-16. Галина, вся надежда на вас. Вся надежда, потирает руки уже Галина. Даниил, остановите родственницу, называется. Ты поспешил. Я не согласна. У нас время еще есть. Секундочку. Если у вас есть вариация, подумайте. У вас есть уже запасной вариант, правильно? Есть же? Нет, пока не было. Но у нас время еще было. Подумайте, конечно. В крайнем случае напишите это слово. Я понимаю. Конечно. В крайнем случае. А вы скажете, когда? Я скажу вам. Сейчас пока время идет нормально, все тикают, часы прекрасны. Я запомню, а потом еще. Я вам скажу, предположим, 40 секунд закончилось, и еще вам дают 20. А потом еще, ну, уже обратный отсчет. И перед словом «до свидания» прозвини звонок еще. Нет вариантов. Да, да, или еще 20 же есть секунд. А, 20? Да, 20, давайте. Пошло дополнительное время. Какой же все-таки я добрый человек так подумаю? 40 секунд, 20 секунд. Ну, еще раз подумайте. Чуть-чуть поразмыслите. И я заметил, что когда наступают последние секунды, типа 5, 4, 3, 2, 1, и вот в этот момент как раз активизируется мозг. Пум! И всплывает слово. Из трех букв. Да. Да. Ну, отработали? Да. Больше букв получилось, чем в первом варианте? Больше, но награды нет. В общем, то на то получилось. Дело же, да? Ну, смотрите. Пачка. Сейчас мы увидим, сейчас мы увидим это слово. Мне оно нравится. Сождите, сейчас. С. 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 Скраб. Скраб. Ну, это ваше, значит, предложение. Вы в курсе, Даниил, что такое скраб? Ага. Я его научу. Ну, как, ему еще рано, конечно, пользоваться скрабом, в принципе. Когда вы, например, обгорели, обгорели, так уж может быть, под солнцем, начинает шелушиться носик. И вот тут Галина приносит вам скраб. А иногда полностью ужасно. Типа пилинг, да? Я принимаю это слово, прекрасное слово, раз, два, три, четыре, пять, счет 21-20. Ну, ну, да, вы все-таки впереди. Психологически это правильно, понимаешь? Психологически. Больше надо набирать обязательно. Спортивная запись. Конечно, ну что вы, конечно, да. Если уж решили про косметику говорить, то мы продолжим. Давайте, давай. Добьете косметикой, да? Безусловно. Слушайте, молодцы. В принципе, по-разному все его страны. Ну-ка, так, посмотрим, что, оп-па-на. Краска. 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 Ну, для волос, для акварельной. Да, для всего краска. Для дома должна быть даже краска, понимаете? Ну, да, акварельная. Ну, акварельная краска, масляная краска, акриловая краска. 26. Девушки, у вас. Перейдем к водным процедурам. Да, Галин, я вас слушаю. А существительное только в единственном числе нужно, да? Смотря что вы будете говорить. Например, мурашки не может быть единственной. Ну, да, которая не использует. Кальсоны не могут быть, да, да. Да, конечно, в единственном. Да, да, да. Единственное. Так, время пошло. Да, идет, время идет, да. Это я специально вас путаю. Ну, что вы время? Конечно. Интрига должна быть. Девочкам подыгрывается. Нет, 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 нет. Да, да, да. Нет, 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 нет. Все готово. А, есть все, хорошо. Ну, хорошо. И это слово. И это слово... Мина. Слово «мина». Слово «мина». Слово «мина» и букву попадает на зеленый квадратик. Да. Специально искали. Умно! 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 Четыре буквы, но плюс еще один балл, значит, пять баллов. Двадцать шесть, друзья. А с голыми руками не возьмешь. Нет, какими голыми руками? Слушайте, двадцать шесть, двадцать шесть. Значит, начинаем все заново, друзья. Все заново. Но дело в том, что клеточек остается все меньше и меньше. Вот словарный запас тоже наш уже иссякает. Я вам еще одну вещь хочу предложить. Сыграть от балды вслепую, то есть сделать прогноз, с каким результатом команда подойдет к финишу. Вот на чем будет финиш. Если у вас совпадет это, то та команда, которая угадала, ну, получит еще один дополнительный балл. Ну, я бы хотела, чтобы наша команда... Поменьше, да. Неважно. Да, вот соперники. Соперники, да, соперницы даже. Сорок восемь шучков набрали. Сорок восемь. Так, девушки. Ну, я думаю, что если нам такое, значит, предвещать, мы думаем, что команда, напротив, более интеллектуальная. Так, так. Давайте, давайте, да. Сикки, сикки. Ну, выиграют. Пятьдесят. Пятьдесят. Да. Вот так вот, с барского плеча. Пятьдесят. Значит, сорок восемь. Пятьдесят. Запомним это. Запомним. Друзья мои, для того, чтобы научиться играть в балду, запомните одно единственное правило. Добавляйте по одной букве, и у вас получится слово из русского языка. Но, внимание, друзья. Слово это должно быть существительное, в единственном числе, в именительном падеже. Да, и вот и что еще. Обойдитесь без имен собственность. Маргарита, Енисей, Россия. Да. Ну, и названия всяких фирм англоязычных, даже русских, принять не могу. У нас так много прекрасных русских исконных слов. Так что, друзья мои, играйте, играйте в балду, и удачи вам. Я вас жду. С вами Алексей Веселкин. Ну что ж, давайте дальше, девчонки. Давайте. 48-50. Я просто еще раз напомню, для чего же это все нужно. И вот когда мы, друзья, подойдем к самому финишу, мы посмотрим, чье слово длинеет. Раз. У нас возможность получить дополнительный бал. И совпадет ли, совпадет ли предсказание одной из команд? Еще один дополнительный бал. Сейчас посмотрим, что придумали. Ну? Да. Давайте. Готово. 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 Каток. Каток имеется в виду? Ну, либо машина, которая вот растирается. Или вот этот дяденька, который? Или вот этот процесс, да. Так вот это что, каток? Вот этот вот? Ну, каток. Или дяденька сидит? Ну, каток, это на котором катаются на коньках. Лед в смысле имеется в виду? Ну, да. Вот этот каток замерзший, да? Каток. Выиграем лед. Мы же любим фигурные катания. Конечно, да, каток. Я принимаю этот ваш вариант. Каток. Раз, два, три, четыре. Пять букв. Каток. Хорошо. Угу. Ну, давайте, включайте. Шестую передачу надо включать, Галина. Да уж. Команде. Задик не годится. А, что это? Тем более мы практически уже на финишной прямой находимся. С одинаковым практически результатом опять начали. Вторую половину игры. С одинаковым. А, если второй раз на зеленой поле пасть? Второй раз на то же самое поле? Нет, не другой. Ну, другой замечательный, конечно. Пожалуйста. Есть, да, Галина? Да. О, хорошо. Азартная Галина-то. Смотрите, какого молодца. Мастер спорта. Правильно. Мастер спорта. Какой вид спорта? Акробатика. Да вы что? Да. Акробатика. Мастер спорта. Да. Господи, как это здорово. Вы представляете? Да. И там успела, да. И здесь прекрасно работает. Наш пострел везде. О, как здорово. Вот оно поколение, Даниил. Вот. Золотой фон. Сучи себе. Понимаете? Вот, тетя, золотой фон. Но он не отстает, он тоже подает надежды. Конечно. Любите вы его, я чувствую. Обожаю. Обожаете, да. Любимое приятное. И это ценить надо. Ценим. Ну, конечно. Редкий же вариант. Практически динозавры живут. В умирающей натуру. Вот о чем мечтают девушки. Гульбарий. Ночная Москва. Куча денег. Понимаете? Мастер спорта. Слово посмотрим какое. Так. Наркоз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ого. Да еще плюс. Ой, плюс. Грандиозно. Вот это. Да. Плюс. Один балл. Шесть плюс один, семь. Да. Тридцать один, тридцать три. Ну, я так понимаю, что вы уже решились, да? Да. Хорошо. Посмотрим. Подождите. Экран. А, экран. Экран, конечно. Экран. Раз, два, три, четыре, пять. Экран. Ваше слово-то, экран, понимаете? Киноартистический экран. Засветится на экране. Пять букв, да? Да. Ксения и Евгения. Вас прям специально так назвали, Ксения и Евгения, чтобы удобно было и бабить. Чтобы в любом состоянии было. Ксения и Евгения. Не знаю. Не знаете? Надо у мамы спать. Поинтересуйтесь, кстати. Тридцать шесть, тридцать три. Нет, не знаю. Давайте определяться уже. Можно, можно. Давайте определяться, конечно. Ну, чуть-чуть. Жалко терять возможность. Жалко, конечно, да. Но ведь и терять время тоже жалко. А, давайте, увидел это. Наконец-то это слово. Это слово краб. Правильно? Ну, плюс вам четыре. Хорошо. Плюс четыре. Это тридцать семь, тридцать шесть. А вы все равно впереди находитесь, Калин. С вашим наркозом, понимаете? Вот как вовремя, вовремя этот элемент был произведен. О, очень хорошо. Дуэт о бояшке. Есть уже? Да, мы уже готовы. Что-то очень быстро у вас как-то. Ну, там люди советуются. Ну, господи, так посмотрим. Откуда отсюда? Отсюда. Раскат. А? Раскат. Раскат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раскат грома. Да, мы именно это имели в виду. Это имели в виду. Раскат. Раскат грома. Да, есть такое слово. Раскат. Литературное, красивое слово. Мы старались. 42. 42, Галин. Что у вас там предпосено? Ну, этого мало. Пять есть, но я хочу еще другое. Давайте подумайте. Пять-то если будет, будет тогда. 42, 42. Опять заново будем все начинать. Мало. Знаем. Мало. Сейчас уже. Так, ну-ка, это слово рама. Но буквы-то у нас стоят на зеленом поле. Поэтому, это, собственно говоря, спасло вас. Спасло. Слово рама. Четыре буквы плюс один балл. Пять. 42, 42. У-у-у. У-у-у-у-у. Хорошо. Интрига. Компрессия. Калина недовольна. Хочется отрыва большого, да? Конечно, да. Угу. Давайте посмотрим, что там. Что обаяшки вам подготовили. С какого места будем читать слово? Ска. Катод. Катод. Физика. Физика. Да, я понимаю, но откуда вы знаете это слово, друзья мои? У нас когда-то тоже была физика. Нет, ну все-таки вспомнить слово катод. Волнуемся, волнуемся. Все можно... Катод, вы представляете? Посмотрите на этих оголенных девиц, и они вспомнят слово катод. Значит, не все потеряно, Галина. Не все потеряно, нет. Пять букв. Давайте, друзья. Нет, время с 8. Давайте, друзья. Как минимум пять букв вам надо. У нас уже есть. А есть? Мы еще... Молодец. Вот хорошо. Ну, пиши. Да. Пиши, пиши. А я пока попью. Ты как? Пиши. Ты пиши. А вы попейте как раз. А мы попьем. Охладим пыл. Можете смешать, Галина. Нет. Никакой головной боли не будет. Нет, мы тут можно. Есть? Сейчас. Дадим работу. О-о-о. Потом ответим. Так, ну-ка. Как у нас рванула команда? О-о-о-о. Тейп-бук вижу. Пока еще не могу прочесть. М. М. Ма... Подождите. Подождите. Наверх идти. А, вот сюда идти, да? Да. Ну-ка так. Ма-ро-ка. Держи, дорогой. Отметил. Вот это сильно сделано. С ошибкой так. Правильно. Букво. О, должно быть. Давайте другое. Длинное, прекрасное слово. Есть? Пишите. Разрешаю. Ты смотри, все равно длинное какое-то все-таки, а? Молодец. Ах, молодца. Так, посмотрим. Значит, сразу сориентируйте мне, в какую сторону читать. В какую-то сакура. С буквой С. Сакура. Вот девочки уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Сакура. Можно два точки. Прекрасно. Ей, пейте. Можно охладиться. Сакура, пейте его, да. Прекрасное японское дерево. Замечательно. Вишня, кстати говоря. Сакура же вишня. С розовыми лепесточками. А вот и есть вишня. Вот он. Надо было раньше выпить и сразу поймать. Да. Сакура. Да. Сакура, правильно? Совершенно верно. Угу. Посмотрим. Это слово кадр. Пятьдесят один сорок восемь, товарищи. По-моему. Мы близимся к финалу. Опять замечательно. С призовым. Ну, опять. Опять не то. Опять не та буква. Опять не то. Понимаете? Мы же в России. А может... На туркменском не надо писать ничего. Нет. Не пройдет. Ну что, готовчики? Хорошо посмотрим. Так. Посмотрим. Вот смех. Смех, да. О-о-о-о. 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 Да, друзья. Меня же даже качнуло. Понимаете? О-о-о. Вот это да. Это слово. Это слово. Русское. Мы же просили русское слово. Это международное русское слово. Это чем мы гордимся. Спутник. Балалайка. Водка. И все. По вашей просьбе. Медведь еще надо переводить. Большой театр. Вот еще, да. Водка. И в этом ряду стоит. Конечно. И еще буква у вас попала, я как понимаю, на зеленую клеточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть букв. Друзья мои, по-моему, мы и закончили. Давайте поаплодируем действительно друг другу. Давайте сейчас вспомним самое, во-первых, длинное слово, которое у нас есть. Потому что тогда я добавлю просто-напросто еще один балл. Какое у нас самое слово длинное? Каскад. Сакура. Это все по шесть букв. Наркоз. Раскад. Каскад. Получается так, что самого длинного слова нет. Потому что самое ваше длинное слово было из шести букв. Правильно, девчонки? Ваше тоже из шести букв. Поэтому бессмысленно добавлять этот балл. Но счет у нас уже существует. Мы пришли к самому финалу. Давайте вспомним, кто давал какие прогнозы. Мы давали. Да. Сорок восемь. Сорок восемь? Пятьдесят один. Понимаете? Плохо вы о них подумали. А вы, в свою очередь, сколько у вас было? Пятьдесят. Пятьдесят. А здесь пятьдесят. Четыре. Недооценили. Ого, недооценили, да. Но я вам должен сказать, что у нас-то рекорд пока пятьдесят пять. Так что вы практически находитесь, понимаете, буквально вот эти золотые. Есть к чему стремиться. Золотые ворота приоткрылись, понимаете. Мы вас все равно туда записываем в нашу книгу, книгу рекордов балды. Так сказать, вы уже там находитесь. Вот. Я еще раз вас поздравляю. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, девчонки, огромное. Но сейчас еще есть у нас небольшая интрига. Я вас хочу пригласить на нашу поляну, так называю. Значит, у вас есть пятьдесят четыре балла. Пятьдесят четыре балла. Вот за этими шариками, такими прекрасными детскими шариками, за этими цифрами скрывается коэффициент. Коэффициент. Коэффициенты разные есть от нуля до какого-то числа. Даже есть трехзначные числа. Трехзначные числа. И вы можете умножить ваше количество баллов на этот коэффициент. И мы, есть специально обученный человек, который повезет в бухгалтерию, отсчитает какие-то деньги, вложит в конверт. Надо, главное, определиться, какую цифру, какой цвет, если вам хочется, вы будете приоткрывать. Есть у вас какие-то? Давайте, что? Что? Мне нравится цифра четыре. И цвет ее так нравится мне. Давайте, какой четвертый? Семь из семь. Умножайте ваши пятьдесят четыре на семьдесят. Это будет четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей. Четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей. Что дает вам возможность отметить сегодняшнюю вашу победу. Давайте на остальные коэффициенты посмотрим, да? Да. Вот что могло бы у вас быть. Вот семерка мне тоже нравилась. Ну, я люблю цифру пять. Пять. А вот видите, прекрасный, смотрите. Смотри лучше. Смотри. Один. Пусть лучше это. Зачем? Конечно. Вот, все. Семь из семь. Красиво. Мне кажется, ну, значит, абсолютно. Золотое сечение. Абсолютно. Мне кажется... Я не тресемерка. Нет, прекрасно. Прекрасно. Я вас поздравляю, значит. Товарищ Галин, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Девушки, спасибо вам. Но у нас впереди еще. Значит, я вам аплодирую и вам, и вам, дорогие друзья. Спасибо вам огромное. А у нас сейчас будет еще, к тому же, и церемония награждения. Ну вот, все, финиш, друзья. Остается раздать вам прекрасные, значит, замечательные на память подарки. Начнем с вас, девушки, обаяшки. Значит, как вам повезло, и нам повезло, что не нужно, так сказать, две книги вам дарить. Потому что вы же сестры. Вы же пока проводите время вдвоем. Александр Сергеевич Пушкин написал специально для вас. Кстати, это уникальная книга, очень красивая. Поэтому я вас, девушки, еще раз поздравляю. Не поздно еще закончить с гульбарем по прекрасному городу Москве. Я согласен с вами. Но сделать все-таки паузу и длинными осенними вечерами окунуться в прекрасный мир Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо вам. Пожалуйста. Товарищи, значит, это вам, Даниил. Вот, золотая балда. Держите, будете бить комаров летом. Это тяжелое. Тяжелое настоящее. Ну что вы, что вы, Галина, тяжелое. Значит, тоже у вас замечательная книжка, Александра Сергеевича. А самое главное, чтобы вы не подумали, что мы вас обманывали. Вот, Дани! Вот он, ваш прекрасный ужин. Держите, это я вам даю. Спасибо большое. Львиная доля вашей победы. Даниил с этим должен согласиться. Конечно, Галина, в вашей плоскости лежит. Спасибо. Вы сделали вашу победу. Я вам аплодирую. Спасибо вам огромное. Спасибо, замечательно. Спасибо вам, девушки. Спасибо вам. Друзья, мы с вами скоро увидимся. Это была программа «Балда». Я Алексей Веселкин. Читайте книги, играйте с нами. Хорошо себя чувствуете. Не забывайте, что вы живете в славной России, где говорят по-русски. Учите язык. КОНЕЦ